Единый налог – один из самых распространенных и простых в исчислении налогов, применяющихся на территории Республики Беларусь. Его плательщиками могут быть как индивидуальные предприниматели, так и физические лица, деятельность которых не считается предпринимательской, но облагается налогом согласно законодательству. Как правило, это фиксированная сумма, зависящая от рода занятости, место размещения формы и графика работы. Однако законодатель предусмотрел отдельные льготы, на которые могут претендовать только люди, подтвердившие свои обстоятельства документально. Ставки единого налога снижаются на 25% для плательщиков, физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя. В первые три месяца, начиная с месяца, в котором начата предпринимательская деятельность, включая последний день месяца, в котором истекает право на льготу. На 20% ставки снижаются для плательщиков, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов, родителей или усыновителей в многодетных семьях, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, родителей или усыновителей, воспитывающих детей инвалидов в возрасте до 18 лет. В случае, если ситуация человека подходит под нескольких критериев, ставка единого налога для него уменьшается практически наполовину. При наличии права на снижение ставки единого налога одновременно по нескольким основаниям, ставка единого налога снижается на 45%. На 100% ставки единого налога снижаются для родителей или усыновителей, являющихся инвалидами и воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, либо обучающихся на дневной форме обучения. При условии, что супруг или супруга плательщика также является инвалидом первой или второй группы. За дополнительные консультации по использованию льгот можно обратиться в налоговые органы по месту жительства. Специалисты ответят на волнующие вопросы и порекомендуют наиболее приемлемую форму работы. Напомним, что одна из главных особенностей единого налога в том, что он уплачивается до начала облагаемой налогом деятельности.